Море Кортеса всегда привлекал рыбаков. Но по мере совершенствования технологий, делающих рыбный промысел более эффективным, с увеличением числа все более крупных судов, бороздящих море и ненасытным спросом на морепродукты, многие виды оказались на грани исчезновения. Рыбаки сонного пояблока Бапульма Нашли уникальное решение. Они сами отказались от рыбной ловли, запретили весь коммерческий промысел в пределах своей юрисдикции и вместо этого объявили свой крошечный клочок океана морским заповедником, который они с энтузиазмом защищают. Этот небольшой участок моря мог бы стать подводной пустыней, лишенной жизни. Вместо этого его сохранили как уникальное свидетельство того, насколько богаты раньше были океаны. Карангсы Карангсы здесь постоянные обитатели. Их легко найти в этом маленьком секторе пустынного моря. Высокотехнологичное рыболовное судно, оборудованное по последнему слову техникой, могло бы пропылесосить эти воды за один проход, ничего не оставив после себя. Но с тех пор, как рыбаки Каба-Пульма превратились в егерей, карангсы оказались под защитой этих самых рьяных стражей океана. Вылов рыбы здесь принес бы разовое денежное вознаграждение. А запрет на рыбную ловлю обеспечил долгосрочный источник дохода. Поскольку дайверы и любители подводного плавания приезжают со всего мира, чтобы увидеть это подводное чудо, этот косяк рыб никого не оставит равнодушным. Спустя более 20 лет после этого смелого решения сохранить, а не эксплуатировать национальный морской парк Каба-Пульма, является одним из самых плодотворных примеров сохранения морской среды на планете. Восстановились не только огромные косяки рыб, но и их разнообразие. Еще один показатель здоровья моря, например, множество различных видов морских окуней. Исследователи сообщили, что биомасса рыбы в зоне без добычи увеличилась почти на 500% всего за 10 лет. Это один из примеров того, как мы на самом деле можем помочь природе восстановить свои ресурсы.